Здравствуйте! Здравствуйте! Большое спасибо, что Вы присоединились на нашу программу «Приключения» под названием «Каббала». Сегодня у нас прямой эфир из Модиина. Большое спасибо зрителям, которые пришли к нам в городе Модиин. Спасибо всем, кто наблюдает за нами по телевидению или через интернет. Наша тема – это средства массовой информации как окружение, воздействие как окружение. Рав Лайтман, здравствуйте! Здравствуйте! На более высоком чувственном уровне выяснить те же самые цены. Будут еще несколько сюрпризов. Итак, наша тема – воздействие СМИ на… Ну, хорошо. Действительно, в наши дни очень сильное влияние средств массовой информации. Среда оказывает очень большое влияние на человека. В Каббале это называется решимот. Откуда мы все приходим и не возвращаемся. Мы все различны, с различными качествами. Как мы изучаем это – это зависть, страсть, тщеславие, тщеснолюбие. В каждом из нас эти свойства присутствуют в различных их сочетаниях, существуют. И таким образом рождается человек. Это все происходит из природы. С этим ничего не поделаешь. Мы еще не знаем, как можно с этим справляться или нет. Но этот человек получает от своего рождения. А затем уже… То есть мы этого не выбираем. И даже когда мы уже впоследствии развиваемся в семье, тоже никто из нас ведь не выбирает ту семью, в которой она рождается. А также то время и место, и культура, и воспитание – вообще ничего. То есть рождаются. И таким образом мы растем. Также, когда мы растем, так кто же знает, кто такие наши родители и что нам дает наше окружение. На это у нас тоже нет никакой свободы выбора. Но, видимо, это так запланировано, в общем-то, общим управлением, чтобы мы так развивались. У нас нет выбора также и в этом. И мы таким образом приходим, скажем, к 17-18 годам, становимся взрослыми. И, в общем-то, никто ничего для себя не установил, в каком виде этот взрослый должен быть, существовать. Это мы и так и продолжаем жить. Также и в нашей жизни мы видим это, то, что мы очень зависим от тех мест, где мы живем, от всяких наших привычек, наших вкусов, впечатлений, что мы именно таким образом или иначе будем видеть этот мир, относиться к нему. Все это определяется при помощи окружения. То есть, где бы мы ни находились, в каких местах, и как бы мы в них ни развивались. Если даже человеку кажется, что иногда он действительно выбирает для себя какие-то книги, фильмы, некое окружение и товарищей, это все тоже уже происходит по причине некой предыдущей подготовки, он выбирает то или иное. То есть, если мы увидим об этом, если мы послушаем мнение психологов, они тоже начинают в последнее время соглашаться с тем, что действительно у человека нет свободы выбора ни в чем. Если мы таким образом живем, не обращая на это внимания, так мы просто живем. И действительно, если так, то нет ни вознаграждения, ни наказания для каждого человека, чем бы он в жизни не занимался, и каким образом он себя не вел бы, и что бы с ним ни происходило. Это, конечно, печально, но, видимо, никто этим не озабочен. Такова наша жизнь. И сейчас мы продвигаемся к очень особому периоду в процессе нашей эволюции, когда мы видим нашу жизнь не очень-то продвигающуюся правильно и хорошо. Наш эгоизм растет, не дает нам нормально существовать. Мы начинаем задаваться вопросами о себе, обо всем мире, о всем существовании и смысле всего этого. Таким образом мы начинаем раскрывать эту проблему, этот вопрос, является ли человек обладателем свободы выбора. Если у него нет свободы выбора, так ничего с этим не поделаешь, будем существовать. Вот так вот, как бы, как можно меньше количества ударов, только лишь, чтобы мы получали и все. Или же у нас есть возможность избрать для себя не только порядок этой жизни, но и вообще нечто иное. Так да или нет? Да, да, нам свобода, это выбора. Я очень хочу сократить свое объяснение, потому что я вижу, что здесь люди, как я их вижу. Кто здесь вообще новичок? Ну, так мне нужно расширить. Ну, вы затем спросите у меня. Хорошо. Поэтому, если мы пойдем немножко глубже, то когда мы видим, что у человека нет свободы выбора, но он выбирает все согласно решиму, предыдущим впечатлениям, воспитанию, культуре и всему тому, что у него есть из-за отчего дома, из школы и всего остального. И также то, что он видит по телевизору, в средствах массовой информации, которые воздействуют на нас, то как же я могу действительно найти некое воздействие окружения, некое особое воздействие окружения на меня, чтобы оно воздействовало на меня согласно моему выбору. И также, как я могу прийти к такому состоянию, когда я буду выбирать то, чего прежде у меня не было. Потому что если то, что было у меня уже прежде, так где же этот свободный выбор? На самом деле, выходит, что этого нет. Поэтому Каббала объясняет нам, что когда мы лишь начинаем интересоваться смыслом жизни, приподнятием над этой жизнью, каким образом подойти к иному измерению выше этой материальной жизни. Ну-ка, Каббала называет эту жизнь животной, потому что мы, согласно нашему организму, относимся к животному миру. Неживое растительное и животное уровне. Человеческий уровень является более высоким, где он уже выстраивает себя, уже действительно строит себя в свободном выборе при помощи особых сил, при помощи каждый раз, с помощью различных проверок, критики, что же он с собой делает для того, чтобы выстроить для себя человека, образ человека. Как Адам, человек, означает подобный Творцу, то есть он должен раскрыть образ Творца, высшую силу, его свойства, его поведение. Именно раскрыть, не просто поверить, как в религии, а раскрыть это. И наука Каббала, именно согласно ее определению, и является раскрытием Творца, творением в этом мире. Поэтому нашей целью является раскрыть его, и тогда таким образом себя сформировать, таким образом себя выстроить, чтобы мы были бы подобными. А тот, кто подобен Творцу, то есть это та форма, когда он начинает изменять себя при помощи свободного выбора, строить себя. Тогда он и называется Адам, человек, потому что Адам — это некое наше внутреннее свободное устройство, которое мы создаем, уподобляясь высшей силе. Эти вещи являются очень высокими, но об этом, как написано в наших источниках, к этому каждый должен прийти, и сейчас человечество начинает поворачиваться в этом направлении, и оно должно будет заниматься этими вещами, потому что все те проблемы, которые мы сейчас видим в последнее время, всемирный кризис, во всем, чем мы занимаемся в этом мире, все это происходит для того, чтобы пробудить нас немножко, встряхнуть, для того, чтобы прийти к тому, чтобы выстроить себя новым образом. Поэтому, если здесь мы уже подходим к тем этапам, когда мы действительно хотим изменить себя и сделать собой нечто, мы видим, насколько мы находимся в очень тяжелом состоянии, мы видим в последнее время, каким образом растет насилие, как в Израиле, так и по всему миру, как начинают пробуждаться всякие радикальные организации во всех странах, фашистские организации всевозможных видов, насколько мир становится все более и более жестоким, насколько наши дети страдают, как в школах, так и в других местах, как мы видим, даже земля Израиля, которая постоянно была такой мягкой, и отношения между людьми были гораздо лучшими, чем по всему миру, и более безопасными. Сейчас мы раскрываем, что вдруг мы вошли вдруг в некий такой период, когда эта земля очень угрожает нам. В общем, тяжело. Откуда вообще исходит все это состояние? Здесь нам действительно необходимо обратить внимание на то, что если человек является результатом своего окружения, и воздействие окружения на человека, в общем-то, и строит его, так как же эти самые хорошие дети? Почему они такими вырастают? Здесь действительно, несмотря на то, что мы не очень-то обращаем внимание на это, но средства массовой информации, а именно они и совершают эту работу, и все эти обычаи, со всеми этими сплетнями, с войнами, боями и так далее. И это действительно очень влияет на молодежь. А интернет открывает все для каждого. И получается, что мы, в общем-то, находимся в таком окружении, которое строит нас, в основном, наших детей. И мы тоже становимся под воздействием этого окружения, этой медии, такими, мы даже не обращаем внимания, мы становимся такими замкнутыми, закрытыми, они нас строят таким образом, что я не говорю о какой-то рекламе, с утра до ночи, там говорят только о какой-то моде, о каких-то продуктах питания, готовке и так далее. Но совершенно иные вещи. То есть мы находимся под очень нехорошим воздействием. И здесь действительно, так же, как пишет нам Баласулам в статье «Свобода выбора», о том, что вся свобода и весь выбор человека в его жизни, если он не совершает вещи, не занимается чем-то таким образом, бессознательно, все заключается лишь в том, как выбрать свое окружение. То есть я никогда не могу совершить некое действие, которое было бы моим собственным, но мне необходимо для этого построить себя при помощи определенного окружения, и тогда, когда оно на меня будет воздействовать, лишь тогда я смогу выбрать и решить, согласно тому, что я от них получил, совершенно иным образом, чем это было у меня прежде. И пока я не вхожу под воздействие этого определенного окружения, я продолжаю свой путь. Также, каким образом на меня воздействовали из того окружения, которое у меня было прежде, которое воздействовало на меня прежде. То есть постоянно мы поступаем так. Если мы выбираем некое окружение, то тогда у нас есть шанс измениться именно в соответствии с этим окружением. Если мы не выбираем, то мы продолжаем автоматически свою жизнь и все. Это, в общем-то, является проблемой. Поэтому нам и пишет Баал Сулям, что тот, кто каждый раз выбирает все более лучшее и лучшее окружение, он и достоин похвалы, потому что он действительно продвигается. И таким образом действует в своем продвижении, может прийти к какому-то состоянию, когда действительно, даже прийти к тому состоянию, когда он становится человеком, Адамом, то есть подобным высшей силе. Поэтому в соответствии с этим мы и находимся, как вы знаете, мы находимся в том процессе, когда мы создаем такие курсы, кампусы, различные группы, как для детей, так и для взрослых, для того, чтобы организовать окружение, не более того, лишь то окружение, которое воздействует на человека, а лишь оно может изменить его. И поэтому каббалисты постоянно заботились только об этом, о том, чтобы, когда я пришел к Рабашу, то изначально уже такова была забота, именно об этом, о том, что я давал лекции, привел приблизительно к нему 40 человек на учебу. Это было где-то 30 лет назад, 82-й год. Тогда он начал писать для нас статьи, что нам необходимо, ведь это большая новая группа. До этого у него были лишь те ученики, которые еще учились в Баал-Су-Ламе. Они все были уже стариками, поэтому все первые статьи, которые он писал, он писал только лишь об окружении. Каким образом нам необходимо построить для себя и самих себя такое окружение, которое бы дало нам правильное развитие, оно было бы для нас как некая ограда, которая бы защищала нас как щит и не давала бы миру уже передавать нам свои собственные ценности, но чтобы мы внутри нашей группы развивали бы свои собственные ценности. Каждый, кто находился бы на этой группе, насколько он включался бы в эту группу и уважал ее, сколько бы он принижал себя перед ней, перед воздействием этого окружения, то это окружение с той же самой мощностью уже влияло бы на него, изменяло его, и таким образом он уже мог бы при помощи таких постепенных, поступенчатых изменений пройти к тому уровню, когда бы раскрыл Творца и приобрел бы будущий мир, как написано, что мир свой видишь ты при жизни своей, то есть все это начинается и заканчивается воздействием окружения, потому что как наука Каббала, если он собирается развиваться дальше, он должен постоянно изменять свое окружение, то есть это те же самые люди, насколько он их будет раскрывать все более глубокими, великими, сколько они будут более мощно на него воздействовать, именно таким образом сюда входит также и вопрос поручительства, когда все поддерживают всех в отдаче, взаимной отдаче одних на других, воздействие одних на других, таким образом продвигаются. То есть мы с вами находимся сегодня в раскрытии вот этой жестокости и зла в нашем обществе. Мы стоим действительно перед очень серьезной проблемой, когда мы, если мы действительно желаем изменить это окружение, как для нас самих, так и для наших детей, то нам необходимо тогда построить такое новое окружение, которое бы повлияло на нас хорошим образом. Даже если мы могли бы организовать для себя какие-то кружки, это все равно недостаточно, потому что в любом случае мы окружены со всех сторон с утра до ночи с различными средствами массовой информации, поэтому это действительно проблема. Большая проблема. Это как национальная, так и общемировая проблема. Тогда, если мы хотим хотя бы немножко изменить наши ощущения, также приподняться над этим самым кризисом, который приходит к нам из-за нашего эгоизма, когда мы не в состоянии быть связанными вместе, так же, как и глобальный мир сегодня требует этого от нас. Если мы желаем существовать внутри семьи, а не разводиться, как это происходит уже с половиной пар в Израиле и еще, будет происходить в соответствии с этим, нам необходимо получать воздействие от хорошего окружения. И поэтому это является нашей целью построить это, и будем надеяться, что у нас все получится. Ради этого мы и открыли наш телеканал, создали интернет-сайты, все книги издали, лишь для того, чтобы дать человеку некую такую оболочку, которая повлияла бы на него как можно сильнее со всех сторон. И тогда он даже сам этого не будет осознавать, но он изменится, и ему будет просто понимать весь мир и внутренние силы, которые в нем существуют, каким образом воздействуют на свою жизнь, то есть он получит инструменты, каким образом он может стать свободным, он поймет, когда он действует со стороны своей природы, то есть согласно решимо, согласно собственным генам, а когда он действительно может совершить свободное действие, тогда он может изменить направление и сделать что-то с самим собой, с семьей и с обществом. Это, в общем-то, является нашей темой. И поэтому здесь существует маленькая проблема, частная, как мы можем поменять окружение в детских садах, в школах, и мы действуем уже в этом направлении, каким образом мы можем сделать это в наших рабочих местах, как мы делаем это дома. То есть там, где растут дети, это каждый раз должно быть таким окружением, которое бы правильным образом их продвигало и растило бы их так, чтобы родители тоже действительно знали бы, каким образом они в состоянии создавать для детей каждый раз такое окружение, такую атмосферу, чтобы дети росли бы правильно. Это является очень важным. А затем уже также также и средства массовой информации для всей страны, что если множество людей изменится, то и у средств массовой информации не будет никакого выбора. Они ведь следят за общественными мнениями, они тоже будут меняться. В соответствии с этим прекратят наполнять нас тем, чем они наполняют нас сегодня. Поэтому проблема, в общем-то, в том, если мы понимаем, что лишь в этом находится одно единственное свободное действие для нас, создать окружение, при помощи которого мы стали бы изменяться, и тогда мы изменим и нашу жизнь, то лишь на этом нам необходимо сосредоточиться, то есть каким образом построить такое окружение, которое бы каждый раз воздействовало бы на нас лучше. И тогда действительно все уровни нашей жизни во всех их проявлениях изменятся к лучшему. Это вот немножко на нашу тему 100%, а сейчас мы перейдем ко второй части, начнем развивать эту тему при помощи ваших вопросов-ответов. Кстати, по той причине, что мы не каждый день приезжаем в Мэдин, можно задавать вопросы. Да, здесь много новых людей. Поскольку здесь есть новая публика, можно задавать вопросы Рава Лайтману не только о тех вещах, о которых мы изговорили, но также и в общем используйте то, что здесь находится. Не нужно держать вещи внутри себя. Я говорю еще раз, мы будем рады, очень главное, чтобы новая публика задала вопросы и использовала возможности. Я на основном напоминаю, тот, у кого есть вопросы, поднимает руку, тот, у кого уже есть вопросы, поднимите руку, чтобы я смог бы вас видеть. У кого есть вопросы, у кого будет вопрос, поднимите руку, и мы передадим ему микрофон, вы получите возможность задать вопрос, пожалуйста, женщина, здесь. Держите руку повыше, чтобы вас можно было бы видеть. Вот, передайте ей микрофон, чтобы ее можно было бы видеть, тогда мы будем рады услышать ваш вопрос. Если бы вы могли встать, нашему оператору будет легче вас показывать. Здравствуйте, добрый вечер всем. Держите, держите крепче. Как мороженое, держите. Ну, вот так, да. Правильно. Добрый вечер. Добрый вечер. Мой вопрос. Вот эти посылы на нашем телевидении с разными программами реалити, которые там показывают. Я просто страдаю от всех этих программ. Я хотел бы сделать так, чтобы не продолжали бы показывать эти все программы, типа за стеклом. Как можно сделать это? Ну, смотрите, 6-7 лет назад у меня была, я присутствовал на международной встрече в Швейцарии, в Оросе. Эта группа называлась Международный мировой совет мудрецов. И как раз обсуждалось воздействие СМИ на людей. Все согласились, все понимают, всем все ясно. Если еще объясняют так подробно, раскрывается тема, и приходят люди к выводу, понимают, что нет выбора, надо менять средства массовой информации. Но есть проблема. Общественное мнение недостаточно. То есть, так же, как СМИ сформировали общественное мнение, теперь так же они их и содержат. И с этим ничего не поделаешь. Здесь есть еще более глубокий момент. Есть люди, которые специально хотят держать народ в таком состоянии. Им удобно, чтобы люди просто знали, как готовить еду, как покупать вещи, и смотреть все эти бесконечные сериалы. Пока мы не достигнем большинства населения в вашем окружении, это и интернет, и все, кого вы знаете, и создадим новое окружение, сами по себе средства массовой информации не изменятся. Они изменятся, только если почувствуют, что все их программы вдруг стали невостребованы. Что все, что они делают, никому не нужно. Только так, и ничего не поделаешь. Это серьезная работа, которую они делали в течение десятков лет, работали над человеком, а теперь получили как раз проекцию того, что строили. И получились одно подобно другим. Только изменив средства массовой информации, тем не менее, можно изменить атмосферу. Все-таки, я думаю, что это возможно. Мы, например, готовим, подготавливаем сейчас тысячи людей, которые проходят наши курсы, и они становятся, учатся быть воспитателями, учителями, преподавателями в наших, с нашей темой. И они начинают сейчас входить в контакт с учителями, с родителями, и с системой, с разными общественными институтами. Вопрос только, когда. Ожидать от них, что они изменятся, это бесполезно. И люди, которые управляют, они не чувствуют, что есть необходимость в исправлении, в каком-то изменении. Насколько я знаком с людьми, они не чувствуют, что нужны изменения, и не понимают, насколько, ну, что, что это вообще требуется. И еще не понимают, какова связь между нашим нынешним состоянием и в Израиле, и во всем мире, и с воздействием средств массовой информации. То, что это вся ситуация, это результат их воздействия. Пожалуйста, передайте микрофон туда, еще есть вопрос. Передайте его быстрее, пожалуйста. Хотел бы спросить, является ли целью достичь этого желания свободы выбора, чтобы начинать ступенчато изменять все, что происходит? Нет. Нет, здесь есть несколько моментов. Две плоскости. есть плоскость людей, которые говорят об обычной, более лучшей жизни. Это и безопасность для детей, и для самих себя, так, чтобы можно было спокойно гулять по ночам, и дети возвращались домой, и могли бы себя спокойно чувствовать, и в разных молодежных клубах, и рабочие наши места, и нынешние школы со всем этим насилием. Если мы хотим изменить нашу обычную, привычную окружающую жизнь, в общем-то, нам не нужно слишком взбираться наверх, нам достаточно выстроить окружение, которое поднимет и увеличит в нас новые ценности. Это первый уровень, фундаментальный, первоначальный. И есть еще люди, которые хотят не просто достичь более приятной, удобной жизни здесь, а требуют еще от этой жизни еще большего, хотят достичь духовной жизни. И тогда они требуют уже другого окружения, не просто хорошего окружения, с помощью которого дети воспитываются хорошо, и мы сами тоже можем. А они требуют окружения, которое занимается наукой Каббала. Так там уже ценности другие, более высокие. Там уже буквально возлюбие ближнего как самого себя и объединение между нами. для того, чтобы в объединении между нами мы пришли бы к тому, чтобы в объединении раскрыли бы высшую силу. Раскрыли бы в чувствах своих тем, что мы вместе бы его выстроили. И это только для тех людей, которые стремятся к этому. Каждый согласно тому, что он чувствует, что ему недостает. Есть первая цель, которая как раз сейчас горит по всему миру. Вы знаете, я сейчас сделал в Аяшино по Южной и Северной Америке. Я чувствую, что, скажем, мы были в Колумбии в нескольких местах, проехали вдоль всей страны, так там проблема безопасности. То же самое в Бразилии. Самое острое это безопасность. в Колумбии в Колумбии ты едешь по дороге, каждые 10 километров стоит полиция, останавливают, проверяют документы, позволяют потом дальше ехать. И так вся страна. Так для них самое острое это проблема безопасности. В других странах это где-то преступность, других везде проявляется по-разному. Но тем не менее все изменить можно только с помощью окружения. Я встречался с заместителем президента Чили и говорили на эту же тему. Все понимают, проблема известна. И решение кажется логичным и правильным и по исследованиям я не говорю даже с точки зрения науки Каббала, которая подходит к этому уже в течение тысяч лет. А по современным исследованиям все согласны. Но тем не менее говорят, что руки не доходят этим заняться. Но мы должны знать, что мы находимся в состоянии, что мы можем изменить. новички могут спрашивать о чем угодно. Пока что вопрос здесь в первом ряду. Мы сзади тоже будем спрашивать. У меня сын сейчас заканчивает средние классы. Они сейчас готовятся к представлению конца года. он видит это в качестве потраченного времени. Он все время сидит в интернете и говорит папа я не хочу идти на представление это зря потерянное время. Смотри он прав. Но во-первых если ты видишь что он продвигается и занят вещами по крайней мере не худшими только это его тянет. Конечно это здорово. То есть у него есть прямой путь и связь с новым воспитанием. вы знаете у нас есть много детей которые в молодом возрасте начинают учиться в университете сегодня Эльвина Кур давал лекцию в Телевиском университете тоже молодой доктор 27-летний то есть есть в этом продвижении это вещь востребованная то есть интегральное воспитание это самая необходимая востребованная специальность вы увидите что уже сегодня многие школы готовы принять всю систему эту для того чтобы просто улучшить атмосферу в своих школах это подходит для предприятий да где угодно мы знаем что если ты изменил отношения между людьми насколько ты можешь преуспеть буквально во всем и в промышленности в торговле воспитании да во всем я думаю что сегодня детей привести в наше окружение и дать им направление быть воспитателями и учителями это это будущее это замечательно пожалуйста придем к следующему вопросу поднимите только руку чтобы вам передали микрофон если вы могли только встать чтобы вас могли бы показать мне так удобнее но хорошо меня зовут Элька после многих попыток как меня подруга пыталась меня вытащить пойди послушай Рава так я вот пришла мне кажется все такими лозунгами я учительница физического воспитания я работаю с маленькими детьми в детских садах я вижу детей в садиках каждый день кроме спорта я чувствую что в садиках не обращают внимания на ценности люди дети толкают друг друга проклинают все ругаются друг с другом это мои стулья это еще что-то говорят дети спорят друг с другом вы говорили о курсах о разных вещах у вас нет нашего пакета обучения нет но я не могу заплатить за курс я хотел бы знать кроме того что я учительница в физ. воспитании я считаю себя посланницей я говорю детям терпения ты должен еще что-то дать своему товарищу а не просто что нужно сделать завтра встать утром и что если я не могу скажем потратить время или деньги на эти курсы мы говорим на хорошем языке все очень красиво вы говорите что есть надежда есть на изменения я не знаю как это произойдет ну надежда просто так сама не реализуется это ясно и изменения должны делать мы потому что в этом наш свободный выбор это то что я говорю именно это как раз и зависит от нас природа эволюция нас только портит со стороны естественным образом именно так развиваемся в плохом отношении три лекции которые я уже послушал я после этого очень запутан то что я спрашиваю что же надо делать вот я завтра утром встану и что дальше завтра с утра вы проснетесь как я буду это распространять без курса ну скажите ну как можно вот вы учитель может быть я ошибаюсь ну смотрите ну невозможно за пять минут объяснить основы воспитания тем более быть каким-то руководителем в группе надо на себе это пережить вы вероятно изучали физическое воспитание и проходили хотя бы минимум несколько месяцев верно и какое-то руководство и потом тренировки и все это почувствовали на себе и сейчас вы можете передавать это детям поэтому вы себе представляете что они на себе проходят что они чувствуют и внутри у вас уже есть некое строение модель образ того что должно быть в человеке на всех этапах его развития физкультурного как может быть чтобы я сейчас дал бы несколько предложений и чтобы сделать какой-то фокус-покус и завтра вы могли бы уже по-другому воспитывать детей мы ведь говорим о следующем поколении наших детях еще раз у нас есть система воспитания которую мы мы достигли школы например у нас есть детский сад есть дети которые среди нас выросли воспитываясь нашим воспитанием эта система нужно изучать как усаживать детей в круг вот мы сейчас проведем семинар скоро почувствуйте что это такое может на себе может это даст какое-то может побуждение все-таки пройти какой-нибудь курс смотрите но это невозможно это не серьезно рассказать в двух словах что такое интегральное воспитание обучать детей в том что только за счет участия между собой взрослым это тоже подходит только этим мы можем решить любые проблемы и это то что ребенок должен знать что в одиночку он ни к чему не придет ничего не достигнет но только за счет правильного хорошего окружения тогда они перестают воевать друг с другом но требуют объединения так можно воспитывать человека и тогда он будет совершенно по-другому относиться к другим к окружению он увидит что он выигрывает таким образом это превращается у него в привычку привычка становится второй натурой и тогда он по-другому относится ко всем подряд он видит что он может добавлять еще людей в свое окружение он сможет продвигаться еще больше то есть вот это понимание оно должно буквально войти в ребенка и он все время должен жить с этим мы как правило просим детей более старших чтобы воспитывали детей помладше это тоже очень здорово работает потому что младшие очень горды тем что дети постарше вообще соглашаются с ними играть и что-то делать есть много средств каким образом это делать но главное результат должен быть простой так же как и мы за сколько-то лет в нашем детстве получили фундамент как относиться к людям как относиться к миру к окружению к обществу и к самим себе именно это мы должны изменить мы должны внутри человека просто прописать в его памяти в его чувствах и ощущениях что объединение полезно эффективно и это возможно спасибо еще вопрос пожалуйста здравствуйте меня зовут Ронни вы предлагаете изменения которые это небольшой отрыв от окружения нет наоборот я говорю что нам нужно больше нам нужно именно строить окружение которое будет продвигать нас так мы открываем наш садик нашу школу мы живем в очень закрытой общине где находится то что мы обучаем когда мы выходим наружу скажем дети которые выходят в мир в 18-19 лет все что каждый получает человек получает в обычной школе чтобы выживать эти дети они не получают этого тогда они но у нас есть примеры почему вы так говорите я понимаю что согласно вашей предпосылке все правильно ребенок который вырос в теплице вдруг выходит в открытый мир в бушущее море и каждый буквально его может сожрать ну с какой стати это не так во первых наши люди растут и в этом мире они чудесно знают что происходит с ними они выросли у нас и и росли в обычных школах параллельно мы только лишь восполняем после школы в послеобеденные часы сейчас то что мы входим в официальные школы там во время уроков чтобы сами уроки проходили в такой атмосфере в конце концов мы ничего не меняем из образования мы лишь мы лишь добавляем воспитание сегодняшние дети ни в садах ни в школах не получают никакого воспитания вообще нет такого предмета воспитания есть только образование мы обучаем их предметам но воспитать человека выстроить человека мы этого не делаем и мы говорим именно об этом что это то что нужно добавить и действительно человек который выходит он знает какие-то предметы он приобретает профессию но он бедняг он сам не знает как строить вокруг себя окружение и мы видим результат а кроме того у вас есть дети? нет в скором будущем пусть будут но вы знаете что что мы говорим нашим маленьким детям не спорь веди себя хорошо будь хороший ребенок отмени откажись почему? потому что такое вот легкое дружелюбное поведение оно дает человеку больше безопасности оно не вызывает на себя плохих реакций насилия ведь это то что мы хотим мы хотим это дать нашим детям правда же что я говорю своим детям не ссорься отойди от него будь хорошим мальчиком почему? потому что мы все таки хотим что им было им было хорошо ведь если инстинктивно каждая мама делает то же самое со своим ребенком так почему вы думаете что если мы их воспитываем буквально теми же словами то что-то плохое получится а кроме того что вместе с этим это совершенно не помешает дать ему какой-нибудь кружок дзюдо или что-нибудь подобное дело в том что когда я говорю что вы строите некие рамки которые предназначены лишь для определенных детей ведь не дети выбирают это мы родители выбираем для них это вы делаете в очень закрытых сокращенных рамках наши дети мы можем попасть в любую школу или после школы организовать кружки или с помощью телевидения или всякие дворцы пионеров родом со школы есть много всяких возможностей и извините может вы не чувствуете как бы мучения и страдания родителей которые видя своих детей не знают что делать и переживают очень да пожалуйста ну давайте перед окончанием задавайте вопрос меня зовут Тувья мой вопрос заключается в том вы сказали что человек рождается с уже заложенными в нем качествами с другой стороны вы говорите что есть воздействие окружения одно другому противоречит в отношении воспитания что побеждает здесь что тяжело ответить на такой вопрос точно свойства с которыми мы рождаемся это основные базовые свойства но как вы их раскрываете и формируете как вы с ними действуете это уже зависит от окружения предположим что у вас есть склонность к рисованию так если вы будете на связи с людьми там с художниками то вы можете получить разное образование художественное классическое или какое-то еще это зависит уже от окружения разумеется есть связь но базовые основные свойства конечно же много определяют в человеке и невозможно в точности сказать то есть ваш вопрос такой еще раз предположим что я могу все я беру своего ребенка в какое окружение согласно его свойствам я его должен поместить для того чтобы получить от него в точности теоретически какое-то такое существо такое вот особое какое-то я не могу в науке каббала мы видим мы говорим что есть решимот экран отраженный свет прямой свет выстраивается порцов формируется человек это мы можем сказать но в обычной такой в нашей жизни с детьми мы это не знаем и психология еще совершенно этого не касается хотел бы еще спросить что вы предлагаете ведь у всех у нас есть заложенные качества которые являются хорошими да нет мы ни в коем случае дай бог не касаемся я может сейчас только понял вопрос мы не касаемся природных свойств человека мы позволяем им раскрыться в максимальном виде чтобы он чтобы он не нападал на мир и в ответ мир бы не нападал на человека то есть чтобы человек мог развиваться самым возможно эффективным хорошим образом то есть воспитание обучает человека как он может организовать вокруг себя окружение чтобы быть в состоянии вынести все что получил от рождения в этом эта тенденция да еще вопросы если есть хотел бы спросить с вашего разрешения если мы закончили вопросы может быть мы сделаем итог того что было и начнем уже приближаться к следующей части нашей лекции ну какой-нибудь итог предварительный мы думаем что окружение это что-то такое детское или второстепенное ну может нам где-то тоже чтобы удобно в жизни было где-то добиться успеха ну жить в мире более мягком удобном все это не так мы когда вообще смотрим на наше общество со всеми его наркотиками насилием убийствами еженедельными проституцией алкоголизмом всем что происходит разводы депрессии которая выходит на первое место среди болезней по всему миру все эти явления это только в нашей как бы частной жизни как как людей но результат этого результат того что мы не можем найти общий язык друг с другом выражается и в культуре и в воспитании и в экономике и в общем образовании и в финансовой системе в связи между нами весь мир становится более связным круглым тесным и мы не можем найти язык друг с другом удаляемся каждый хочет удалиться от других и эта тенденция продолжает набирать ход и поэтому выстроить правильное окружение это не просто чтобы жизнь стала более надежной и красивой а изменить выйти из кризиса означает изменить весь мир и как бы это будут большие события происходить но изменив человека изменятся и системы которые выстроил для себя человек и изменить это можно возможно только с помощью единственного окружения изменения окружения которое влияет на человека потому что человек является результатом плодом окружения поэтому мы должны подумать каким образом это сделать об этом у нас есть очень много книг статей клипов самых разных средств все находится в интернете то есть не надо далеко ходить заходите в интернет можете посмотреть как заниматься с детьми детские программы очень эффективно и дает быстрые результаты ну вот пожалуй все так теперь средства массовой информации и более большие вещи это конечно только после того как население и люди в массе поймут как изменить нашу жизнь с помощью изменения окружения тогда можно будет обратиться к СМИ с требованием то есть не мы это люди в большинстве должны обратиться к СМИ потребовать вы чувствуете что можете перейти к следующей части да так наша следующая часть является очень особой мы сейчас вместе это сделаем это будет вот так немножко попробовать из этого потенциала новые хорошие связи между людьми которые обещают нам жизнь гораздо на более качественном уровне Рафлайт может вы объясните нам немножко но я бы сказал так есть такое особое чудесное свойство сгула в объединении когда люди объединяются они создают новое чувство новый орган чувства когда сидят вместе и мы сейчас это попробуем сделать когда сидят в кругу 10 человек это игра известная древняя которая пришла к нам от науки каббала когда сидят вот так в кругу люди и говорят друг с другом не спорят о разговорах в том что они прислушиваются друг к другу давайте поиграем в это посмотрим как это работает слушают друг друга и не важно по сути что другой говорит я с ним согласен заранее с любым каждый со своей правдой у каждого своя истина но я лишь хочу добавить каждому не против когда у меня другое мнение каждый лишь добавляет к остальным согласно темам которые мы выберем и вы тогда почувствуете насколько между вами появляется некое новое место выстраивается какое-то новое чувство в котором в этом новом чувстве ощущение если мы вместе объединяемся и чувствуем что все это строится между нами и там есть тепло какой-то новый дух то там мы можем начать почувствовать реальность духовную реальность и для этого не нужно быть большими не нужно для этого становиться каббалистами и долго учиться но объединение само придает нам такую возможность только если объединимся правильно и этим мы почувствуем каким образом влияет на нас окружение как мы с помощью этого приобретаем покупаем новое свойство если мы так соединяемся если мы приходим к объединению внутреннему то через это объединение мы сможем решить любую проблему и решить всегда правильно мы никогда не будем ошибаться не будет ошибок и все о чем мы говорили по сути об окружении воздействии окружения на человека это мы должны построить такое окружение чтобы почувствовать с его помощью построение нового клей для ощущения новой реальности между нами давайте попробуем вопрос у меня есть технический вопрос может быть прежде стоит чтобы мы сели бы в круги а затем посмотрели бы клип который мы подготовили или же сначала посмотрим да я забыл мы подготовили я подготовил клип забыл совсем давайте посмотрим these fish have got a tiny brain about the size of half a grain of rice you wouldn't think that they could learn from experience but they do much of what they need to know like that these red worms are delicious they don't just know they have to learn stupid fish рыба не понимает что можно съесть usually they learn things like red worms and nice from other fish but look what happens when a lone fish gets to watch the fish food program on telly what happens she смотрит рыбу по телевизору которую там кормит А теперь она научилась. Субтитры создавал DimaTorzok Then we showed them another video of a man punching and kicking the doll. Then we took the children back into the play area. Although James does it in a rather lackluster way, he mimics exactly the violence he saw on TV. Even Helena gives the doll a couple of ladylike hits with the mallet. But William does it with a frenzy. He's almost unstoppable, shouting the same phrases and doing the same actions for a staggering six minutes and 38 seconds. The children mimicked the aggressive film much more faithfully than the non-violent programme. Even when William's mother came back into the room, he didn't stop. I thought that he does sometimes have rough fights with his brother. And he gets very, you know, rough with his brother. But I just didn't think that he would. But it's all sad. Don't give him a love and kiss him better. No. You've got to say I'm sorry. He'll love him and kiss him better. I will kiss him. No, that isn't nice. With the air. No, that isn't nice, William. Give him a love. No. No, 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 no. There's something to add. It's the environment, in which we're growing. It's the environment. It's the environment. And the results we see every day, every day, every day, what's happening in our country. All right. Если можно распорядить или помогите, по 10 человек рассаживаемся под десятками. Так, последний рассаживаетесь. Давайте, рассаживайтесь, и мы хотим начать, продолжить. Почти закончили. Так, давайте, обратите внимание на несколько технических подробностей. Итак, все усаживаемся, здорово. В каждом таком кругу есть один распорядитель, ведущий. Мы их подготовили к этой дискуссии. Пожалуйста, поднимите руки, чтобы мы увидели, кто ведет дискуссию в кругу. Его функция, в конце концов, наводить порядок. И, пожалуйста, если он будет давать какие-то замечания, прислушайтесь к нему. Еще то, что нужно знать, в конце нашего обсуждения, в самом конце мы попросим каждого из кругов, чтобы кто-то рассказал общее впечатление из того, что вы почувствовали. Еще один момент. Как Рав сказал, что ключ в нашей дискуссии – это чувствительность и слушать то, что говорят другие. Нет необходимости. Это не по политике. Не надо с кем-то соглашаться или не соглашаться. Я лишь добавляю к чему-то общему то, что мы создаем вместе. Пожалуйста, говорите по порядку. Главное, что мы выстраиваем что-то вместе. Рав Лайдман, пожалуйста, давайте вопросы. Главное – это создать внутреннее теплое ощущение, чтобы оно находилось бы просто среди нас, чтобы мы чувствовали бы это в середине нашего обсуждения, как образом оно создается между нами. Тогда вы из этого уже почувствуете, насколько мы при помощи этого начинаем выстраиваться заново посредством хорошего окружения. Каждый, насколько он будет получать из этого дух и настроение, а также мудрость и разум, мы сможем подойти к новым выяснениям, просто к совершенно иному новому ощущению и к новым мыслям. Давайте вначале просто поговорим, насколько окружение влияет на нас. Насколько окружение на нас воздействует. Каждый, пусть скажет о собственном впечатлении. Пожалуйста. Как в детстве, так и в нашей взрослой жизни. Ты находишься на своем рабочем месте и все время сосредоточен на себе и заботишься о своей работе. И о том, что ты должен сделать. Это, по сути, то, что тебя интересует. Рядом с тобой все делают то же самое. И атмосфера, которая создается, это атмосфера, при которой каждый заботится лишь о себе. Так ты понимаешь, что это и есть правило в нашей жизни. Потом ты возвращаешься домой и возвращаешься с теми мыслями и теми правилами. И продолжаешь потом. Продолжаешь это дома. Хотя дома ты должен был бы вести себя по-другому. Ведь там все за тебя, тебя все поддерживают, все с тобой. Нет никакой причины, чтобы продолжать вести себя, как на работе. И получается какой-то абсурд. Ты продолжаешь, потому что вышел из-под такого сильного воздействия. Пока ты из-под него выходишь, ты переносишь домой. Ты переносишь это и на детей, и на жену, и на родителей. И начинается какой-то водоворот. Получается, что семья, которая должна была бы стать теплым местом и каким-то взаимным, превращается в какое-то противостояние состояний. И тех догм, которые ты приобрел на работе. Получается, что ты страдаешь и на работе, и дома. Чувствуешь так неприятно себя. То есть, мы нуждаемся, чтобы и дома, и на работе была бы та же самая атмосфера. Иначе не будет ни дома, ни окружения, нигде, где мы могли бы почувствовать хорошую связь. Я учительница. Когда день в школе проходит хорошо, как пройдет день в школе, так я и прихожу домой потом. Я помню, когда дети были еще маленькими, я возвращался после тяжелого дня домой. Я была очень занята жестокостью в школе. Было очень тяжело преподавать, когда я походила домой. У меня не было уже сил на собственных детей. И много раз я свою злость выражал на них. Я вдруг останавливался и думал, где же та самая линия, где школа между работой в школе и между работой о собственных детях. Они ведь не виноваты, что с тобой так-то и так-то происходило что-то в школе, и сейчас ты злишься и нервничаешь. Проблема в воспитании. Когда приходишь домой, ты приводишь в свое расчарование от детского поведения и от воспитания детей, и приносишь все это домой из школы. Я тоже занималась много лет воспитанием. И могу сказать, что действительно, объединение было очень сильным. И я видел это воочию. И очень старалась проводить как можно больше мероприятий, объединяющие. Я должна сказать, что очень часто я столкнулась с обратным. Возвратившись домой, я видел, что мои дети, у меня четверо детей, возвращаясь из системы нашей обучения, каждый со своего класса, мне брало много времени собрать их, объединить и успокоить, потому что каждый из них возвращался, как с поля боя. И я находился в отчаянии, потому что долгое время чувствую, что должна вести группу людей к общей радости, единению. А приходя домой, получая своих собственных детей тоже с этой системой, с образовательной системой, каждый, который из них тянет в разные стороны. И что меня всегда поражало, что если мы спросим любого из родителей, все скажут то же самое. Все скажут, что они желают систему образования, в которой будет объединение и взаимодействие, и терпение. Буквально каждый этого хочет. И в конце, в конце, мы все посылаем наших детей туда, где как раз именно этого и нет. И пришло время что-то сделать, потому что мы теряем и очень много. Сегодня воспитание полностью обанкротилось, уже не подходит, совершенно не подходит растущему поколению. Поэтому столько бед и столько трудностей, и дети не находят самих себя, и родители все в большем отчаянии. Продолжая слова, Михаил, я живу в Реуте, у меня есть четверо детей, старшей дочери 23, а младшему сыну 7 лет. Я чувствую разочарование всей этой системы, потому что просто человек человеку волк, то есть со второго класса. Экзамены, уроки, вся эта конкуренция. Я не видела бы в школе, где мой ребенок сейчас учится, чтобы он изучал какие-то ценности. И когда я прихожу домой, я пытаюсь, все, что у меня было на работе, несмотря на это, я пытаюсь ему передать какие-то другие вещи, обучить его тому, что он не получает в школе. Я чувствую, что он не получает ничего в школе. То есть необходимо объединяться, а я чувствую, что эта система направлена совершенно в ином направлении, постоянно на конкуренцию. Я с Вами согласна на 100%, и только хочу добавить, когда я нахожусь в окружении, в которое чувствую себя приятно, чувствую поддержку окружения, например, сюда, а потом прихожу домой, и тогда я это все несу домой. То есть я чувствую, что мне дома легче справляться. И это видно по мне. Я чувствую, что сейчас это единственное, что я могу делать. Изменить всю систему образования, это не по мне. Но, по крайней мере, я несу это домой. Меня зовут Амир. У меня тоже четверо детей. Здесь очень много статистики об этом. То, что здесь описывает, то, что я чувствую, что есть несколько кругов этого окружения, которые присутствуют в нашем мире. и наши дети, то, что является для нас самым дорогим, когда они получают образование, у них есть внутренний круг, вот этот семейный круг воспитания, более интимный, основной. Есть, конечно же, окружение, которое... Неважно, куда они выходят, там, в школу, в садик или в школу, входят в дополнительные круги, в иное окружение. Это некий вид западней разницы, с которой приходится справляться каждый день. С одной стороны, это окружение, когда они пытаются, как это назвать, показывать семье, и между окружением, которое у них есть в ином месте, с различными кодами поведения, с совершенно иными кодами поведения. Отсутствие возможности ощутить разницу между этими окружениями создаёт такое состояние, когда это влияет очень нездоровым образом на молодёжь, на детей. И всё, что является результатом этого, это то, что... И необходимо сделать с этим две вещи, как мне кажется, прежде всего, решить, что мы берём на себя очень большую ответственность, прежде всего, на семейном уровне. То, что мы можем... На что мы можем повлиять? Таким образом, чтобы... Ну, назовём это... Чтобы дополнительные круги снаружи, взять ответственность на то, что происходит у нас в семье, внутри, а не оставлять всё это под воздействием... под воздействием внешних кругов. А другое, чтобы и внешнее, вот это большое окружение стало бы таким, чтобы постепенно бы было подверглось воздействию тому, что мы передаём детям. Если мы будем это пытаться сделать, в более широких руках, я думаю, что есть шанс, что через некоторое время мы найдём себя в совершенно ином, в новом месте. Частные школы или маленькие школы могли бы ли ответить на такое... дать ответ на такую проблему, когда семьи и родители были бы задействованы намного больше в происходящем. ежедневно, ежеминутно. Как вы думаете? Я считаю, что да. Я считаю, что только это может спасти. Надо подумать, не знаю. Здесь я не специалист. Нет мне средств. Я считаю, что родители должны, если они думают о будущем своих детей, своих дорогих детей, то, возможно, родители должны были бы подумать об этом. Откуда дать побольше в частные школы? Ну, получить поддержку, конечно, от Министерства образования и страны. Я смотрю на своих внуков и стараюсь объять и любить их с помощью того, что я показываю пример, чтобы они видели связь. Но этого недостаточно. Я им показываю хороший пример, я или их родители. это то, что я думаю. Добрый вечер. Меня зовут Яль. То, что я думаю, то, что я чувствую в отношении окружения, влияние окружения на нас, это то, что, в общем-то, то, что я чувствую в последние годы, как я вижу, людей, которые, то, что я не чувствую, это люди в моем окружении, воздействия напрямую на человека, на его настроение, на как он встает утром, то есть, я чувствую, есть люди, которые, что мы видим в последнее время в государстве, насколько мы видим все больше новостей, я каждый день слушаю новости, и уже новости эти превращаются в то, что все, что там говорится, это только убийства, какие-то отрицательные вещи, в основном, в конце концов, это очень воздействует на душу человека, есть люди, которым это очень вредит в их жизни, они приходят к разочарованию, к депрессии, на разных уровнях, есть люди, у которых возникают различные страхи, я вижу людей, у которых это очень сильно влияет в различных вариациях, я бы еще не видел людей, которые были бы слишком радостными, те, кто подвержены влиянию средств массовой информации, но, быть может, один из путей справиться с этим это немножко перестать быть подверженными влиянию средств массовой информации, не читать газет, поменьше слушать новостей, это немножко поможет на личном уровне каждому, и все, то, что я думаю, как лично сделать что-то, я не знаю, как можно еще наружу повлиять, пока что я говорю, таким образом человек должен сам задержать себя и то, что он переживает. я бы хотел поговорить о родителях, которые из-за материального состояния в последние годы, чтобы нести все больше и больше домой, как бы работают допоздна, и их дети заброшены дома, или где-то гуляют, или смотрят телевизор, или компьютер, играют с компьютером, и нет ни одного взрослого, который мог бы сказать им, что можно, что нельзя, не ставят границ. Я вижу это и в тех классах, где я преподаю, то есть влияние родителей, влияние дома на детей, те дома, семьи, где есть взрослые дети, которые занимаются детьми, подсказывают детям, что правильно, что неправильно, даже выключают. И я вижу, я захожу посмотреть даже, что происходит на страничке фейсбука моего сына. Я думаю, что ничего постыдного в этом нет. Если дети сидят одни, без взрослых, если нет никого, кто бы мог их остановить, когда они приходят домой, и как они себя ведут, очень хорошо видно по сравнению с другими домами, где детьми никто не занимается, и они предоставлены сами себе. Это очень отличается. Я хотел бы высказаться о важности цели. В тот момент, когда наша цель будет достаточно важной для того, чтобы приобрести какие-то вещи, у нас есть огромная сила. Мы видели это в последний год со всем прорывом вот этим всех на улице. Я думаю, что через эту великую силу, которая у нас есть в обществе, необходимо поднять выше. Ребята, которые сидят там и принимают решения всякие, они ведь питаются тем, что у нас есть. Дорогие друзья, секундочку, внимание, мы немедленно продолжим. Извините, пожалуйста, за помеху. Мы хотим продвинуть нашу беседу на следующий этап. Раба Атман, куда мы движемся? Не, не шевелитесь, сидите, как вы сидите, только послушайте. Если мы не говорим об окружении для детей, а об окружении для нас и для взрослых, какое ощущение вы хотели бы получить с окружением, какое отношение вы хотели бы добавить к окружению, в котором вы находитесь? отношение, которое я хотел бы получить от окружения, это примеры, когда я вижу поведение людей, конкретное поведение людей, кто бы это ни был со мной, какой сосед или товарищ, я вижу, как они себя ведут. Я считаю, что все, кто меня окружает, они видят и учатся, и можно развиваться с этим дальше. И то чувство, которое я бы ожидал от них, как минимум, товарищам сделают то, что хотела бы, ожидала бы, чтобы они сделали это мне. Я мог бы поговорить о даче часы. Хотел бы дать пример, можно, я обратил внимание, что определенный период жизни, насколько я управляем. в тот момент, когда я понял, насколько я управляю, у меня начался процесс некого внутреннего выяснения, и это мне помогло произвести много изменений с собой. Я управлялся всякими страхами выживания, что я бегаю за своим хвостом всю жизнь. И вдруг я одним утром проснулся и понял, насколько я подвержен влиянию окружения. Это произошло со мной вследствие инфаркта. В общем-то, 20 лет назад это было самым большим подарком, который я получил. Я начал вдруг пробуждаться, я понял, что я прохожу через что-то. Поэтому мои дети уже большие, взрослые. Моей старшей дочери 34 года, я обратил внимание, насколько мы повлияли на них как родителей. В тот момент, когда мы с женой решили произвести внутренние изменения, мы обратили внимание на то, как наши дети тоже начинают изменяться. Начали ходить на семинары, на курсы, начали заниматься и мы поняли, что кроме нас никого, в общем-то, нет. Как я уже сказал, можно часами говорить об этом, но это хороший пример. У меня есть всякие... Я занимаюсь разными бизнесами, у меня есть много работников, я занимаюсь строительством. Я обратил внимание, согласно моему поведению, каким образом я веду себя как работодатель из того, что я впитал в последний год, какое воздействие есть на всех работников. То есть, все, кто работает у нас, работают из любви. Мы видим, что те, кто занимается продажей, каким образом они ведут себя в отношении клиентов, все работники. Это вот такие волны, которые очень воздействуют на всех работников. Есть такая очень приятная атмосфера в тех бизнесах, которым я руковожу уже более 30 лет. Нет ни одного работника, который бы в этот период уволился бы. Это показывает, в общем-то, каким образом мы можем привести к тому, чтобы мы сами смогли бы воздействовать на людей, которые нас окружают. Но обязательным условием этого является действительно быть личным примером, брать на себя ответственность. Так же я и сказал, что можно сами об этом говорить. Это то, что постоянно меня занимает, это постоянно меня удивляет, насколько это становится все глубже и глубже. Такой вопрос, даже не знаю, с чего начать. Я бы хотел окружения, в котором люди знали бы, что мы все одна семья, что мы все люди, что мы можем ошибаться, прощать друг другу, уступать друг другу, смеяться, помогать, смотреть, просто смотреть друг на друга, чувствовать друг друга. Окружение, где окружение, где просто было бы приятно жить, которое бы раскрыло нам глаза, даже не знаю, окружение идеальное. Да, просто идеальное, именно так. Это то, что я хотел обоединить. Я повторяю слова взаимопоручительства. Я родилась в Машаве, и меня так воспитывали взаимопоручительства, то, что я в последние годы я вдруг вижу, что я являюсь одинокой, и мои родители такими никогда не были. Я действительно хотел бы создать для себя такое окружение, чтобы я, что это не только просто семья должна быть, а должен быть какой-то порядок с моим товарищем. Многие меня осуждают или завидуют. Это не то, что я хотел бы. Я хотел бы поручительства, так как его представляют на наших каналах. А я хотел бы сказать, что мы говорим о том, что хотим так или иначе, чтобы было лучше. Просто какой-то рай на земле воочию. А у меня это желание просто во мне сидит. Я чувствую это желание. Ну, когда же это произойдет? Так мы, хотя и уже множество людей говорят, являются партнерами в этом направлении. но я считаю, что есть много людей, очень много людей, которые тоже нуждаются в этом. Сколько людей ходят с детьми к психологам, например, ходят, и смотрят всякие программы, и ищут себя. И только я говорю, для меня это подарок, что Творец дал бы им такой же подарок прийти и учить, изучать взаимное поручительство. Если мы говорим о школе, когда дети в школе будут учиться, приходить со школы такие все радостные, не знаю, это вежливые, это поможет развиваться во всех направлениях. Я с таким ожиданием уже давно живу, и очень надеюсь, что придет этот день, что как можно больше семей и людей. Ну, Божьей помощи. и как это делать? Спрашивать? Я бы сказала, что, быть может, каждая семья в качестве дежурства проводила бы такие семинары в школах у детей. Но в школе у детей провести такой семинар, скажем, например, как правильно жить, какова хорошая жизнь. И, быть может, я не знаю, это может быть что-то изменило бы. А как взрослых изменить? Как изменить взрослых? Тоже пусть за ним идут и занимаются воспитанием. Тема культуры дискуссии, меньше насилия. Это будет просто идиллия, и мы этого дождемся. хотел бы сосредоточиться вокруг очень важного слова. Это вопрос веры, вера в самих себя, а не то, что она необходимо ожидать, чтобы эти вещи произошли сами. Прежде всего, в вещество есть собственный процесс созревания и так далее, использования. я бы хотел привести пример. Есть очень большая школа в Рути, средняя школа, и родители в этой школе, там они замешаны очень сильно внутри того, что происходит в школе, по крайней мере, есть родительские комитеты, которые являются очень доминантным, таким влияющим, настолько, что без того, чтобы входить в в Италии, директриса школы, в которой что-то не получалось, в конце концов, родительская комиссия победила. То есть, если родители берут ответственность, не то, что я собираюсь судить кого-то в порядке, но или нет, я говорю просто по делу. Если родители, каждый из нас брали бы на себя ответственность и верили бы в это, поверили бы в то, что мы каждый из нас все вместе можем взять и провести эту вещь, которая произойдет к изменению, это произойдет и спрашивает, хорошо, как же это происходит? Это происходит, если каждый из нас, мы все вместе подумаем в том же самом направлении, сможем сделать это изменение, ведь, в конце концов, если желание всех нас в том же самом направлении, это никакая проблема, чтобы могло бы это остановить, только таким образом. Я считаю, что все начинается с того, что нужно взять личную ответственность. Если мы хотим добиться какой-то цели, я не могу ожидать, что кто-то возьмет ответственность вместо меня. я должна лично заставить себя и привести, что нужно достигать цель как можно ближе и быстрее, если каждый не останется просто на уровне девизов, а станет ответственным за свою жизнь, за жизнь своих детей, за жизнь окружающих, его людей и сделает, мы говорили о личном примере. Личный пример начинается с ответственности, с ответственности, которая берется индивидуально, и здесь нужно становиться все больше ответственным, а не меньше. то нужно просто брать, я должна взять ответственность и принять участие в воспитании, а воспитание начинается не только у детей, на детях, воспитание начинается со взрослых, если мы как взрослые вдобавок к вере в путь возьмем с собой еще и ответственность, мы сможем продвигаться и подниматься снизу наверх и воздействовать на более высокие уровни, но мы обязаны начать с самих себя. Я считаю, что то, что нам нужно, нам нужно изменение. Если мы раньше не слушали друг друга, каждый думал тем ответом, который он должен, говорит, сейчас посмотрите, мы сидим вместе, никто не прерывает никого, все слушают друг друга. Я, по крайней мере, лично не чувствую, что кто-то меня судит. Я чувствую, это уже изменение. Я вижу взрослое окружение, общество, которое могут слушать, могут принимать меня, и здесь я явно чувствую изменение. Извините, я помешаю еще на одну секунду. Давайте подумаем еще над одной фразой. Как мы можем повлиять на окружение, чтобы окружение воздействовало на нас? Мы хотим хорошего окружения, так как мы его построим? Никто, кроме нас, его не построит. Для нас мы все говорим о том, как хорошо быть в хорошем окружении. Но а как ее сделать? Как его немножко улучшить? Как его сделать хорошим? чтобы окружение улучшило нас? Это как раз та идея, которую я собирался высказать, и я хотел бы продолжить. человек не может изменить себя, человек может изменить себя только через окружение. Так вопрос, как мы построим окружение, чтобы оно выстроило нас? Я думаю, что можно проводить подобные обсуждения везде, на работе, с женой, дома, с товарищами, и рабочие совещания на работе везде, может быть, даже в школе. Я недавно был на совещании в школе, где были такие тоны, которые невозможно описать даже, что там было. Но я считаю, что на всех остальных заседаниях, где мы принимаем участие, везде, где я буду принимать участие, я буду стараться, чтобы любое из этих заседаний оставалось приблизительно в таком же виде. То есть не прерывая друг друга, чтобы все слушали друг друга, чтобы было тихо, даже если не хотят слушать, постараться, чтобы людей слушали. Вопрос был, что лично я могу сделать. Я считаю, что немножечко, хотя бы на каплю нужно быть чуть больше культурными. я считаю, что это очень трудно повлиять на окружение, не познав его. У нас нет достаточных инструментов. Из моего опыта есть очень большая важность осознания. А мы сами себя не знаем, нам кажется, что мы знаем себя. Чтобы построить хорошее окружение, как мне кажется, мы должны приобрести внешние инструменты для того, чтобы нужно ходить на разные семинары, например, как этот по науке Каббала, где мы сейчас собрались. Потому что без этого мы живем автоматически. Я себе могу рассказать, продолжить то, что вначале говорил, что вот мы, я, моя жена, мы взяли на себя ответственность, начали работать, и мы поняли, что все находится в нас, что я лично делаю, что хорошо очень работает. Я выбрал для себя очень близких товарищей, друзей, и мы говорим обо всем. Мы говорим о всех наших слабостях, о тяжелых ситуациях, и мы находим человека в себе, прежде всего найти человека, потому что мы жизнь нас тянет в самые разные места, всякие позы, все, что мы копируем с окружения. Так я обратился к хорошим товарищам, с которыми чувствую, что можно с ними говорить обо всем. И там ты можешь вызвать какую-то обратную реакцию, когда ты себя неважно чувствуешь. И постепенно, я говорю о процессе длительном, так многие вещи начали на меня влиять, и стали такими позитивными. Так я чувствую, что эти связи достаточно, конечно, ограниченные, но моя семья, дети, жена, близкие друзья, это есть окружение. Мы стараемся все обо всем говорить, для того, чтобы не было напряжения. Если что-то возникает, мы идем в кафе, и пытаемся обо всем поговорить, все это помогает мне и с окружением, и я чувствую, что это очень сильно влияет и на близкое мое окружение, и на окружение чуть более далекое. И чувствую, что это очень помогает моему личному развитию. Я хотел бы рассказать что-то интересное. Михаль говорил о личном примере. Я взял своих внуков и внучков, который был в лесу Берешит, может, кто-то из вас там был. И эти внуки, они никогда не были с этими людьми, с группой Кабалы. Они участвовали в играх, и в одной из игр я поразилась. Я стоял со стороны и смотрел, нужно было перепросить мяч через сетку, нужно было поймать, и вы знаете, просто как типа волейбола, что как ведет себя мой ребенок, мой внук, что нужно как бы бороться за мяч. И вдруг я смотрю, что постепенно, первый раз он получил этот мяч и очень далеко выбросил его, что нужно было его приносить. Во второй раз он увидел, что большие старшие дети передают маленьким детям, тем, которых мяч не достает и даже поднимают им их детей, чтобы они кидали этот мяч. И я смотрю, наблюдаю за внуком, внучка, она такая более тонкая, на ней не так это было видно, а мальчик он такой активный, я за ним наблюдаю. Дали ему мяч, еще раз, первый раз он выбросил очень далеко, второй раз ближе, а третий раз он просто дал кому-то другому ребенку. То есть личный пример, я просто не могла удержаться от улыбки. как я могу воздействовать на окружение, чтобы окружение воздействовало на меня? Этот вопрос, который я задаю сам себе, почему я вдруг должен воздействовать на окружение, откуда у меня есть силы для этого? Ведь я всего лишь один, а окружение это все остальные может быть хорошее окружение, а я не очень. то есть постоянный конфликт. Как можно повлиять и ведь в конце концов я ищу лишь приятного ощущения и наполнения. Ты не знаешь к кому обратиться, что нужно сделать, чтобы окружение в любом случае поддерживало бы тебя. С кем бы ты ни поговорил, у всех разные ожидания от окружения, потому что каждый тянет как правило в свою сторону. Никто не может продолжить без того, чтобы было поддерживающее окружение. Все нуждаются в личной поддержке. Так как же можно сделать такую поддержку, чтобы оно было хорошо для всех? Чтобы каждый почувствовал себя хорошо в этом окружении. То есть должно быть какое-то чувство новое, общее, совместное для всех, потому что если каждый тянет в свое личное окружение, даже хорошее, ничего нет совместного, поэтому я думаю о каком-то поиске чего-то совместного. И там появится такое окружение, круглое, которое предоставляет всем в точности то, что каждый ищет и желает. Может быть нам нужно еще немножко вложиться в этот поиск и понять как подняться над любыми различиями. И каждый со своей индивидуальностью продолжал бы так, дорогие друзья, мы бы хотели вновь собраться. Давайте мы будем приближаться к кругу. то, что сейчас мы хотим, это мы бы хотели сейчас получить общее впечатление от того, что произошло в маленьких кругах. Пожалуйста, от каждого круга по представителю поделитесь с вашими пережиланиями. Мы только должны передать вам микрофон, поэтому, если есть представитель каждого круга поднимите руку, мы передадим вам круг. Пожалуйста, кто первый? Вот, пожалуйста, только если можно, пожалуйста, встаньте и говорите в микрофон. Прошу вас. Здравствуйте, добрый вечер. В нашем кругу говорили о том, что нужно сделать, чтобы мы чувствовали себя лучше. Говорили как в основном о воспитании. Здесь в основном все жители Реута и Маккабим так все говорили о том, что какое отрицательное воздействие имеют деньги и какие-то богатые образы на воспитание. Мы все хотели бы жить в хорошем окружении, все хотели бы, чтобы наши дети были хорошими людьми, и для этого каждый из нас должен соединиться, просто найти окружение, чтобы стать лучшим человеком с того места, которое для него важно. А как мы создаем такое окружение? А мы создаем каждый на своем месте, в школах, в вашем примере, это как мы видели, это как рыбки, да? Да, как рыбы. То есть надо не забывать только то, что каждый является окружением для другого, и тогда все становится нормально. Пожалуйста, следующий круг, пожалуйста. Добрый вечер. В нашем кругу как раз начались внутренние части каждого из нас. Мы почувствовали себя детьми, которые растут и взрослеют. и поняли, что если изменение будет не в нас, то мы не сможем подействовать ни на что. Мы прошли какой-то процесс, я сейчас чувствую каждого из круга, что все стали просто одним. Я не знаю даже, как это объяснить. Внутреннее то, что почувствовал каждый, привело его к какому-то простому ощущению, без того, чтобы судить других. В конце концов, мы все рождены природой. И когда-то, пока наша природа была в естественном окружении природы, то мы вели себя естественно. Со временем все изменилось. И что мы можем делать? Это продолжать влиять каждый в своей семье, на своих соседей, на свой город и и дальше на весь мир. Следующий круг, пожалуйста, кто готов микрофон? Добрый вечер. Мы вначале говорили, как окружение влияет на нас, и часть круга говорили, что влияние окружения исходит из дома, только из дома. Часть согласились, часть не соглашались. И постепенно мы поняли, что окружение имеет очень серьезное воздействие на нас. Если каждый человек, как индивидуал, как единица окружения произведет изменения и будет положительным, будет хорошим для окружения, то мы создадим такое окружение, как каждый из нас хотел бы в сердце. Спасибо. Следующий круг. Мы пришли к соглашению, что мы все хотим сблизиться друг с другом, но только не знаем, как. И то, что выяснили, чего мы боимся, приблизиться друг к другу. Почему мы боимся раскрыть, кто мы являемся на самом деле? И это из-за воздействия окружения, того, что его нет. Часть приходит с работы и должны так себя вести определенным образом. Кого-то как-то воспитали, у кого-то какие-то соседи, у кого-то воспитатели или учителя. Мы пришли в конце концов к пониманию, что нужно строить окружение, потому что так мы перестанем воевать сами с собой и воевать с остальными. И как только это окружение будет построено, оно будет построено на основе терпения и разговоров, принятия себя, чтобы было как можно меньше критики в адрес других. появится возможность самовыразиться и выразить свою индивидуальность, самое лучшее, что есть в людях. Следующий круг. Пожалуйста. Сюда, пожалуйста. Если можно, пожалуйста, встаньте. Здравствуйте. Мы говорили о том, что есть различные отношения между человеком и его окружением. Человек находится под воздействием окружения, но может и повоздействовать на окружение. И на каждом возложена ответственность это делать. Во-первых, каждый должен видеть в положительном свете, показывать хороший пример, главным образом брать на себя ответственность. спасибо. Еще. Пожалуйста, там вот, поднимите руку, пожалуйста. Тувия, меня зовут. Мы говорили о конформизме в обществе, которое не позволяет нам перейти к желаемому состоянию из нынешнего состояния, которым мы недовольны. Мы говорили о ценностях любви, о ценностях хороших, привычных ценностях, которые мы нуждаем, в которых нуждаемся как люди для изменений. Мы в нашем небольшом кругу из десяти человек поняли, что привести все окружение это может быть утопично, но если производить шаг за шагом, то это увлечет за собой еще людей. Просто непонятно, как все это можно выразить, как выйти из личного конформизма, из закрытия такого. Но если мы будем выражать любовь просто как шаг за шагом, то изменится все общество. Я не знаю, сколько время это займет, но это произойдет. Есть еще кто-то? Пожалуйста. Здравствуйте. Мы начали говорить и сразу же перешли к детям. Это тема, которая касается всех. Все заботятся о детях, чтобы у них было все самое лучшее. Потом перешли ко взрослым, к самим себе, найти поддержку в окружении. Я считаю, что сам факт того, что мы здесь, что мы пришли послушать что-то новое, найти для себя, открыть что-то новое. Так те, кто ни в каких ни группах, я здесь, например, первый раз, мы этим уже сделали очень большой шаг, желание дать, желание получить и новое, что-то новое строить. И то, что он здесь проявилось, что это минимальная ячейка общества, семья, чтобы каждый мог бы показывать и реализовывать самые лучшие принципы. кто еще хотел? Пожалуйста. Добрый вечер. У нас был особенный, я хочу сказать, почему особенный, а вот так. У нас было не как у всех. Раз уж я представитель, так я это хочу так сказать. в первом кругу каждый высказал свою боль и свое какое-то отчаяние о себе, о своих соседях. В другом, во втором кругу появилась уже какая-то взаимность, то есть уже стало что-то общее, больше возможности принять и получить, позволить окружению как-то пробиться к нам. Третий заход был самый такой побеждающий. Можно быть в единении. Я почувствовал, что все говорят одно и то же разными словами. Большое спасибо. Я лично пережил очень интересные ощущения. Спасибо вам как ведущему. Все, мы закончили? Да. Итак, если мы закончили с представителями кругов, я бы хотел попросить от Рава Лайтмана подвести итог всего, что мы прошли. У нас прошли сегодня много. Мы говорили о том... Пожалуйста, сидите так, как вы сидите. Мы говорили сегодня о том, что у человека нет свободы выбора, если он не реализует себя с помощью нового окружения. которое все время выбирает меняющееся окружение меняет человека. Сам по себе человек изменит себя не в состоянии. Как мы каждый раз выбираем все лучшее окружение? Мы должны его построить. Никто для нас вместо нас его не построит. окружение. То есть наша работа в том, чтобы организоваться таким образом, чтобы мы повлияли на окружение, окружение повлияло на нас. В этом вся методика. Здесь нет большого секрета. Для детей мы должны строить окружение, один другому мы должны помогать, и тогда мы сможем изменить нашу жизнь. это в плоскости, как мы говорили здесь. И здесь я должен подчеркнуть, мы говорили здесь всего лишь о человеческом, человеческой плоскости. Без науки каббала, а чисто психологическое дело, то есть если просто если хотим улучшить свое состояние, тем, чтобы влияние окружения подействовало на нас. Окружение, которое влияет на человека, может изменить его без того, чтобы он приложил какие-то силы. То есть ему не надо личных усилий никаких прилагать, он просто делает, как рыбки, как дети. Мы учимся точно так же, все одно и то же. Есть еще одна плоскость, о которой мы сегодня не говорили, это объединение между нами. В объединении между нами, как в кругу, мы создаем духовное клей, и там мы уже раскрываем духовную силу, духовный уровень. Это та сила, которая управляет нашей судьбой, которую можно раскрыть, с которой можно объединиться. И тогда изменить себя не просто в хорошем человеческом окружении, а изменить всю нашу судьбу. Это мы сегодня не успели, для этого необходима подготовка, будем надеяться, что мы успеем это в следующий раз. Большое спасибо. И прежде чем закончим, я бы хотел, с вашего позволения, добавить еще два момента. Во-первых, вы получили на входе вот такую открытку. Каждый должен бы получить такую открытку, и здесь нарисована конфета. И я бы хотел объяснить, что это за конфетка. Если вы оставите свои данные, мы с вами свяжемся, и хотим предложить вам урок знакомства, первый ознакомительный курс. Мы хотели бы начать курс здесь, в городе Модини. Дарон, пожалуйста, представитель Модина. Пожалуйста, Дарон. У меня есть еще предложение. На следующей неделе Раф приезжает в другое место. Я предлагаю всех, кто здесь, может быть, все, мы проведем здесь же, такой же вечер. На следующей неделе будет другая тема. Все, кто хочет, давайте продолжим, чтобы этот вечер не был одноразовым. И мы, проведя несколько таких семинаров, мы сможем почувствовать, если вы продолжите так, то вы сможете почувствовать в связи друг с другом, вы узнаете, почувствуете, как строить в этой связи, почувствуете высшую реальность. Нужно несколько раз повторять эти упражнения. Итак, в следующий вторник в это же время все, кто хочет, приходите, пожалуйста. Дарон, спасибо. А я с вами. Я хочу продолжить, Дарона. Если кто хочет, можете оставить свои данные, мы свяжемся с вами. Пожалуйста, и можем рассказать о грядущей лекции в городе. Это первое. Второе. Всем, кто смотрит на нас, и вы тоже, с завтрашнего дня начинается праздник недели книги, и мы ждем вас во всех городах, где проходит неделя книги. У нас есть много новых книг, которые специально приготовили. С завтрашнего дня неделя книги по всей стране. Мы практически заканчиваем. Что Шевен говорит? Следующая неделя мы в Зихран-Якове. Следующая неделя в Зихране. Спасибо.